В Украине появился первый центр развития криптоэкономики. В столице его открывали бизнесмены и эксперты, связанные с рынком криптовалюты и умными технологиями 21-го столетия. События посетили и журналисты 7-го канала. Программисты, предприниматели, новички и обычные энтузиасты. Всего около 800 человек пришли на открытие центра развития криптоэкономики. Мне кажется, как раз в таких странах, в которых слабо развивается внутренняя экономика, и из-за каких-то политических причин, и есть будущее у таких альтернативных инструментов, как криптовалюты. Тема криптовалют интересует людей разных возрастов. В крипте я довольно-таки давно, и первый мой биткоин я покупала еще по 280 долларов, поэтому в теме несколько лет. Я уже где-то 3 года занимаюсь, интересуюсь криптовалютой, но я тогда уже довела, что 300 долларов в месяц я зарабатывала. Рынок криптовалюты еще только зарождается в Украине, и чтобы он работал эффективно, необходимы законодательные изменения. Свои предложения криптосообщества представят в апреле этого года. Мы создали рабочую группу, которая разрабатывает так называемый меморандум, или английский policy paper. Знаете, почему это важно? Потому что сегодня у нас в парламенте есть три законопроекта, которые уже там находятся, которые обсуждаются, но которые пока что не получили поддержку крипторынка. Добавим порядка 50 украинских магазинов и сервисов. В основном онлайн уже принимают оплату в криптовалюте. Пока все-таки цифровыми валютами расплачиваться в реальной экономике это проблематично. И в первую очередь вопрос налогообложения. То есть никак не урегулировано, а как облагать налогами оплату в криптовалюте. Все равно возникает какой-то посредник в виде фиатной валюты. По мнению Наймана, Украине в вопросе подхода к регулированию криптовалютного рынка нужно поучиться у Эстонии и Беларуси. Эксперт уверен, благодаря развитию криптоэкономики и ее внедрению в реальный сектор экономики, наша страна может существенно обогатиться, навсегда забыв о долгах перед иностранными кредиторами. Назар Барухан, Богдан Красавцев, Юрий Юрченко, 7 канал.